Здравствуйте! Мы начинаем еженедельный брифинг пресс-службы администрации города Кумертау. Я расскажу о текущей работе администрации. Озвучу основные мероприятия прошедшей недели. 24 декабря в Кумертау новая лыжероллерная трасса, построенная в рамках реализации проекта по развитию моногорода Кумертау, который в прошлом сентябре защитил управляющую команду города в правительстве Российской Федерации, приняла свои первые соревнования – чемпионаты Первенства Республики Башкортостан по лыжным гонкам на призы главы администрации города Кумертау. Как отметили организаторы, в Кумертау соревнуются сильнейшие лыжники республики, ведь речь идет не только о присвоении разрядов и званий, но и об отборе участников сборной республики на выход в участие в соревнованиях Приволжского федерального округа. Отмечу, что обновленная лыжная трасса позволяет проводить соревнования высочайшего уровня и организовывать учебно-тренировочный процесс в вечернее время, так как она освещена. 29 декабря на лыжной трассе состоялись новогодние лыжные гонки, участие в которых приняли более 150 человек. 27 декабря в городе Уфа состоялась отчетно-выборная конференция Башкортостанского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия», участие в которой приняли и представители города Кумертау. В рамках конференции Борис Беляев внес предложение о создании партийного проекта по развитию моногородов, которое было принято на рассмотрение. В конце декабря юно-армейцы Кумертау вместе с руководителем военно-патриотического клуба «Гефест» Александром Лапшины приняли участие в первом республиканском слете юно-армейцев. В рамках мероприятия прошла церемония принятия школьников ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юно-армия». Им вручили соответствующие знаки отличия. Также состоялось вручение флага юно-армии начальнику регионального штаба Арсену Зинатулину. Слет продолжило пленарное заседание на тему героя нашего времени – патриотизм в реальных делах. Также наши юно-армейцы вместе с начальником регионального штаба Арсеном Зинатулиным и тренером-преподавателем ВПК «Гефест» Алексеем Лукиным стали участниками конференции по развитию юно-армейского движения на 2017 год и юно-армейской елки, проходящей в городе Москва. Елка состояла из нескольких этапов, начиная от военозированной игры «Захват» и экскурсии в парке Министерства обороны «Патриот» и заканчивая новогодним представлением «Волшебная звезда желаний», проходившим в правительстве Москвы. Программа руководителей была организована в форме конференции. Перед начальниками региональных штабов выступили члены главного штаба юно-армии. 28 декабря школа номер 9 города Кумертау отпраздновала свой 55-летний юбилей. Почетными гостями праздника стали ветераны, бывшие учителя школы, выпускники разных лет, среди которых глава администрации Борис Беляев и его заместитель Юрий Куров и многие другие, а также участники школы. Ученики школы гости окунулись в прохождение увлекательного квеста, в ходе которого они отгадывали загадки, конструировали из бумаги, собирали электрические цепи и участвовали в литературной викторине. Далее состоялась торжественная часть. Поздравил присутствующих с юбилеем глава администрации города Борис Беляев. В своем обращении он отметил, что школа – это второй дом для каждого ученика. Также глава администрации поблагодарил педагогов, а ученикам пожелал успешной сдачи выпускных экзаменов. В качестве подарка Борис Владимирович преподнес директору школы Светлане Агишевой сертификат на сумму 100 тысяч рублей на улучшение материально-технической базы. 25 декабря в Кумертау состоялось традиционное открытие главной елки города. В этом году кумертауцев радует новая новогодняя ель. Театральная сказка «Новогодний переполох» получилась яркой и запоминающейся. Все желающие водили хороводы вокруг елки, участвовали во флешмобах, а завершила праздник дискотека. На территории ледового городка было сооружено 4 горки, рассчитанные на посетителей разного возраста, от самых маленьких до старшеклассников, а также лабиринты и многое другое. Всего в Кумертау вместе с главной елкой будут работать 4 ледовых городка в селах Ира и Маячный, в парке коммунальников в микрорайоне Восточный и в микрорайоне Привокзальный. Привокзальный Теперь озвучу основные мероприятия следующей недели. 5 января в 12.00 на лыжном стадионе состоится лыжня Салаватской епархии. 7 января в 19.00 на площади Советов пройдут рождественские гуляния. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Увидимся в следующем году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин